Друзья, всем большой привет! В этом видео я расскажу о 10 вещах, которые облегчат вам жизнь в Хрущевке. Да, конечно же, у каждой семьи есть свои потребности, в общем, все семьи разные. Напомню, у нас двое взрослых и трое детей, и еще кот у нас есть. А, кто не знает, что такое Хрущевка, это квартиры, которые строились во времена Хрущева. Мы живем в городе Волгограде, Россия, конечно же. Начну свой рассказ с детской, мы сейчас находимся в ней. И самое важное, самое интересное из всего ремонта, который я делал в этой квартире, это подиум, на котором я сейчас стою. Что такое подиум? Сейчас покажу. Это такая надстройка над полом. Здесь у нас в подиуме располагается детская кроватка, это выдвижной ящик большой, там игрушки. И у нас еще вторая детская кроватка здесь. Также можно сделать взрослую кроватку. На подиуме могут располагаться различные столики, шкафчики и так далее. Здесь у нас полноценный детский уголок для творчества. Сверху выглядит это так. Но здесь всегда такой небольшой беспорядок. Здесь один стол, здесь шкафчики, вот окно. С другой стороны окна для второго ребенка тоже шкафчики. Здесь второй столик. Вот так. В этом видео я буду рассказывать все в таком формате, для чего это нужно и как это сделать. Как это сделать, я примерно показывал в своих видео, ссылки будут там в описании. В общем, проект таких подиумов можно найти в интернете. Делают их разные, для взрослых, для детей, под любые нужды. В общем, вещь-то удобная. Пойдемте дальше в другую комнату. Сейчас мы в соседней комнате. Это самая большая комната, примерно 20 квадратных метров. Здесь обычно проводятся все торжества. Здесь мы обычно принимаем гостей. Здесь обычно ставится вот сюда, по центру комнаты, большой раскладной стол. Раскладной стол хранится в другой комнате. Так, обычно как происходит? Вот здесь этот стол мы раскладываем, там у нас диван. Здесь после этого ставят ряд стульчиков и все. И место, чтобы пройти на ту сторону стола, даже нет. Принимать гостей в этом случае очень неудобно. Так было на всех четырех квартирах, где мы жили. Все четыре квартиры у нас были хрущевки. Но все равно дома же надо принимать гостей. Поэтому вот эту тумбочку я сделал как лавочку. Когда приходят гости, телевизор переставляется вот на эту маленькую тумбочку. Вот на эту. Ну а вот эта вот большая тумбочка отодвигается от стены к столу и используется как лавочка. В принципе на ней удобно сидеть, а за ней получается пространство, чтобы пройти вдоль стены вот к той стороне. Вот такая вот тумбочка-лавочка делается очень просто. Это одна длинная доска, несколько поперечен. Внутри можно сделать полочки. Ставится это все на небольшие ножки. И все. Итак, отсюда мы переместимся в коридор. Весь коридор у нас в небольших шкафчиках. Мы для себя решили так, что пусть лучшие вещи хранятся в коридоре, а комнаты у нас будут максимально свободными. Так, ну и в своих видео также я показывал, что здесь спокойно, свободно можно пронести диван, пройтись с велосипедом и так далее. Пространства здесь остается достаточно. В этих шкафах у нас хранится все. Настя сказала не открывать эти шкафы, стоит рядом жена и говорит, ну вот здесь например хранятся все мои инструменты. Не видно? В общем, как сделать шкафы? Либо на заказ, либо самостоятельно. Главное тут не делать эти шкафы и дверцы купе, потому что они занимают много места. Здесь все очень компактненько, без всяких лишних сантиметров. Ну и антресоль, конечно же, еще сверху есть. И еще, также у нас в шкафах здесь, что очень важно, хранится пылесос. Но он здесь, вот, не потому что здесь шкафы, а вот четвертое, что я бы вам посоветовал, это разместить пылесос там, где длины шнура бы хватило у него на всю квартиру. Жена подсказывает, это, конечно, совет для тех, кто пользуется пылесосом. Почему пылесос именно здесь? Вот здесь у нас он висит. Вот здесь у нас, здесь розетка. И вот он всегда на вытянутом кабеле. Достаточно просто вот так выкинуть этот провод, взять пылесос. И вот этой длины кабеля у нас именно из этой точки квартиры хватает на всю квартиру. То есть не приходится каждый раз бегать, перетыкать, втыкать вилку с розеткой. Пропылесосил, ну там сразу высыпал мусор и повесил обратно этот кабель сюда. Все. Ты считаешь тоже, что это очень удобно? Я очень считаю, что это удобно. Вот это все построение шкафов в Кавелии началось именно вот с этого места, с пылесоса, потому что самая большая здесь комнатка ему получилась. Итак, вот насчет пылесоса мы с Настей солидарны, с моей женой мы солидарны в этом вопросе. Она тоже говорит, что это очень удобно, когда не приходится с пылесосом ходить по всей квартире, втыкать, вытыкать, разматывать кабель. Экономится время просто. Как это сделать? Это очень легко сделать. Берете план квартиры, но у меня с собой под рукой нет, план квартиры. И примерно по центру смотрите, где это место находится. Я так сделал. У меня небольшой список того, что я хотел вам показать в первую очередь. Теперь мы переходим сюда, в коридор. Здесь, что я бы вам посоветовал, это датчик света. Здесь у нас в коридоре, как у многих семейных, стоит коляска. Здесь могут велосипеды, самокаты, ну все как обычно. Как раз про это сейчас речь пойдет. Допустим, вы заходите с коляской. Или я захожу, например, с велосипедом, или с сумками, или так далее. Срабатывает датчик света, который расположен вот здесь сверху. Я его настроил именно в ту сторону, чтобы он не реагировал, когда мы проходим здесь вот по коридору. Это удобно в двух случаях. Когда вы собираетесь и уходите. Например, взяли коляску, открыли дверь и ушли. Датчик света сработал, вам все подсветилось, когда вы тут собираетесь. А потом отключился через 15 секунд сам. И это удобно также, когда вы возвращаетесь домой. Не нужно искать выключатель в темноте. Только открыли дверь, сработал датчик, все освещено. Очень удобно. Как это сделать, расскажу. Выводите куда-нибудь лампочки. Можно как бра сделать. Можно как я, просто в антресоль врезал. Это уже потом я делал. Вначале здесь была антресоль. А потом подключаете их вот к такому вот датчику. Стоит он недорого, рублей за 150 или 200, я что ли, купил в Ашане. Работает уже 3 года. Такие датчики обычно настраиваются по чувствительности и по времени действия. Я настроил на 15 секунд. Нам этого достаточно. Очень удобная вещь, рекомендую. Дальше мы пойдем сюда, в туалет. Про наш туалет и ванную я уже рассказывал подробно. В этом видео я расскажу лишь про шкафчики, которые закрывают у нас всю трубу. Допустим, вы живете в хрущевке один. У вас вещей мало. Вам не нужно ничего хранить. Тогда вы заделываете вот это вот все. Здесь обычно трубы такие. Вот так заделываете красиво плиточкой и все у вас красиво будет. Но если вы живете не один и вам нужно что-то где-то хранить. Это отличный вариант. Здесь у нас хранится вся бытовая химия и все, что с этим связано. Также у нас есть полочка для хранения вот здесь. Вот. Это тоже полочка. Там тоже можно хранить. Но сейчас мы поговорим о шкафчиках. Делается это очень тоже просто. Одна деревяшка, вторая, третья деревяшка. Все как вам больше нравится. И потом перекладинки. Шкафчики вешаются на обычные мебельные петли. Так. Это очень бюджетный вариант. Сделать можно также на заказ. Там сверху я вставил зеркало, чтобы просто немножко пространство расширить визуально. Снизу же. Ну а снизу это выглядит вот примерно вот так. Все очень просто, практично и удобно. Теперь давайте заглянем в ванную. Здесь я расскажу вот об этом вот небольшом стульчике. Так как у нас дети, они не дотягиваются до вот этой раковины. Они еще маленькие. Ну старше у нас уже побольше, конечно. А вот средний, которому сейчас исполнится три года, он еще маленький. Он не дотягивается ни до вот этого выключателя, ни до этого выключателя. Дети на улице ходят часто, им руки нужно часто мыть. Ну и вообще просто руки мыть с детьми это такое привычное занятие. В общем, вот этот стульчик, мы его называем стульчиком. Не знаю почему, это было бы правильнее назвать ящичек. Он выдвигается, если нужно немножко поднимается и вот так фиксируется. Он используется также у нас как место для хранения. У нас вообще все используется как место для хранения. Здесь у нас хранится мыло обычно. Этот стульчик, ящичек делал я из облесков, поэтому он немного так вот страшновато выглядит. Как это? Здесь немножко надо уместиться. Ну у нас ванна примерно на 2 квадратных метра. Вот здесь у нас и вот все умещается компактненько, аккуратненько. Раньше здесь еще была дверца у нас. Вот здесь небольшая дверца была, которая закрывала весь все наши шампуни. Но сейчас только вот так вот осталось. Так, в общем, они выдвинули, залезли, помыли руки, задвинули. Все. Как это сделать? Делается это тоже очень легко. Если вам не нужно вот этого вот всего остального, экран на ванну, то здесь одна деревяшка, здесь вторая деревяшка и небольшой ящик вот здесь вот так. Он на обычных салазках. Салазки такие стоят рублей по 30 что ли в магазине. Обычные мебельные салазки для ящиков. А, ну и тут еще ролики. Тоже ролики по 8 рублей. Выглядит это так, вам оценивать красиво это или нет. Но я могу сказать точно, что это очень удобно, когда дети сами могут помыть руки. Пойдемте дальше. Пару слов про наш обеденный стол. Даже не про него, а про полочку над ним. Вспомните, как это неудобно, когда вы хотите протереть стол после обеда. И здесь постоянно что-то стоит, постоянно что-то лежит. Нужно переставить, протереть там и так далее. Это специи, сахарницы. У нас все это стоит на маленькой полочке над столом. И по вашим советам я сделал еще дополнительную полочку вот здесь вот. Все они постепенно заполняются. Но пусть заполняются они, нежели вот это вот пространство на столе. После обеда легко все можно протереть. Чистенько, красиво, удобно. В общем, рекомендую. Маленькие полочки над обеденным столом. Девятое, что я бы вам советовал делать, тоже очень много споров вызывал на нашем канале. Девятое, это дверь в кухню. У нас двери в кухне нет. Нет у нас двери в кухне. И я вам рекомендую то же самое сделать. Снести дверь в кухне, она не нужна. Настя иногда до сих пор говорит, что с кухни там, вот Настя это жена моя, что с кухни там запахи идут. Ну и пусть идут. Очень вкусненько все пахнет с кухни. Ну почему мы ее убрали? Потому что здесь кухня маленькая, тоже в хрущевке я вам напомню. И здесь, если бы стояла бы дверь, вот так вот, она бы открывалась вот, не помню уже в какую сторону, либо в ту сторону, либо в эту. Кухонька-то маленькая, кухня всего 5,5 квадратных метров. Поэтому здесь вот стол, здесь стул, а вот здесь уже дверь. Нам многие писали в комментариях, что газовики ругаются, если нет двери в кухню. У нас, в нашем городе, мы уже получается такой ремонт делали, ну то есть без двери. На второй квартире много раз нам приходили и газовики, и все остальные службы, никто нам ни разу не сказал про отсутствие этой двери. Так, подальше встану и покажу на том месте, где у нас была дверь. Теперь у нас вот небольшая верх-антресолька, и вот такая вот ровная аккуратная стена вдаль. Если перевести это все в цифры, то дверь занимает один квадратный метр. Я не могу себе позволить на нашей 5,5 квадратнометровой кухне один квадрат отдать под дверь. И последнее, десятое. Кто видели наши старые видео, наверное скажут, что можно было бы про что-то другое рассказать. Но я расскажу, десятое, это про наш выход для кота. У нас есть кот, и у него есть свой персональный выход. Вот здесь. Я ему сделал специальный выход для этого. Мы живем на первом этаже, и кот выходит у нас вот прям сразу туда, на улицу гулять. Это в чем удобство здесь? У нас кот требовательный. И он любит гулять, кстати, в основном по ночам. И на прошлой квартире очень неудобно было вставать, открывать окно ему каждый раз, или дверь. Поэтому я сделал на этой квартире выход для кота. Вот такой вот. Приучал к такому выходу я его постепенно в течение двух месяцев. И сейчас я просто и зимой, и летом не нарадуюсь, насколько это очень круто. С той стороны... С той стороны выход выглядит как скворечник. Вот так. В общем, вы поняли, да? С той стороны тоже такая небольшая калиточка, которую он толкает головой и выходит погулять, когда ему нужно. Как это делается? Здесь на кухне под окном есть вентиляционное отверстие. Примерно вот такое вот. Во всех хрущевках оно есть, не сомневайтесь. Я его просто расширил. Это отверстие я расширил примерно вот до такого диаметра, сантиметров 20. Здесь под окном это ненесущая стена, поэтому все это спокойно, свободно делается. Там даже не кирпич был, а просто так накидано, ну, когда вот формировали вот это вентиляционное отверстие. Так, в общем, почему это у меня на последнем месте? Потому что сделать это не так сложно, но вот приучить кота к этому это очень сложно. Поэтому сомневаюсь, что вы так же будете делать. В общем, как это сделать? Одна деревяшка, вторая деревяшка. Ну, здесь просто разграничивается все по полочкам. Здесь полочка, здесь мусорка у нас. Вот это вот отсек, как раз это выход для кота. Одна деревяшка, вторая деревяшка. Здесь на распорках такая калиточка. Все, он зашел, вышел, когда ему захотелось. Это очень удобно. На этом все, друзья. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите. Все основные ссылки на видео и как что у меня сделано в квартире, я оставлю в описании. Меня много и часто спрашивают, как это сделать или как вообще это спроектировать. Обычно я сажусь вот так вот в пустой комнате, как это было у меня на кухне, как это у меня было в детской, в туалете или в ванной. И думаю, какой функционал я хочу вот этой комнаты. И уже придумывается все вот так вот. Потом мы берем бумагу и делаем набросок. Потом постепенно набросок обдумывается, перерабатывается и что-то превращается в готовый проект. Ну а потом постепенно из материала что-то получается готовое. Не знаю, как подробнее объяснить это. Ладно, друзья. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Вам хорошего настроения. Увидимся. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует...